Вода абсолютно прозрачная, как будто ее нет совсем. Ну, не конкретно, конечно, на этой дороге, а здесь в окрестностях. В скором времени гора станет действительно кленовой. Сейчас мы посмотрим, сколько это в человеческих обхватах. Национальный парк Марии Чудра Это настоящий остров-сокровищ для путешественников. Здесь есть на что посмотреть. И, пожалуй, все самые интересные природные достопримечательности сосредоточены здесь, в районе Кленовогорья. Но свой путь мы начинаем от знаменитого санатория, который называется Кленовая гора. И первая наша точка – это Зеленый ключ. Пошли! Зеленый ключ – довольно распиаренное место в Мариел. Название у жителей республики на слуху. Конечно, к источнику, как и к большинству достопримечательностей Кленовогорья, нельзя подъехать на машине. Все же это территория национального парка. Однако заблудиться здесь невозможно. Во-первых, дорогу можно спросить у сотрудников санатория или у отдыхающих. А во-вторых, практически везде есть указатели. К источнику ведет дорожка, местами даже асфальтированная. Видно, что за территорией немного следят. Мусора практически нет. А сам источник и подход к нему ухоженный. Как вы знаете, в Мариел очень много ключей и источников. Чем же знаменит именно этот? Ну, во-первых, знаменит он своей красотой, действительно, необычностью. Вот эти вот валуны, камушки, все это придает очень такой необычный, красивый вид этому роднику. Кроме того, вода здесь лечебная. Она на самом деле лечебно-столовая считается. Все потому, что здесь есть многолетние отложения минеральных солей. Именно поэтому, кстати, ключикой назвали зеленым. Потому что вот эти соли, которые много лет откладывались, они придают дну такой зеленоватый, я бы даже сказала, голубоватый оттенок. Если вам интересны цифры, то содержание солей в этой воде не меняется от времени года. Чуть больше двух граммов на литр. И все два грамма невероятно полезны для организма. Эту воду используют в санатории, а также добывают для того, чтобы разлить в бутылки на продажу. Бывалые туристы советуют воду из зеленого ключа просто пить, так как для приготовления пищи в походе она не особо годится. Чай на такой воде имеет минеральный привкус, а еда готовится дольше. Но, пожалуй, самое удивительное место на зеленом ключе – это кипящая площадь. Пойдемте, я покажу, что это такое. Вот это место. Здесь действительно очень необычный вид, потому что вода абсолютно прозрачная, как будто ее нет совсем. И чистейший белый песок. И вот там внутри, там на дне ключи, которые создают вот такие вот кипуны. Конечно, есть у родника и своя романтическая легенда про русалку, которая полюбила простого парня. Как водится, любовь была несчастливой. Русалочкам вообще не особо везет в сказках. Морской царь призвал непутевую дочь обратно, пригрозив затопить все селение. Конечно, девушке пришлось вернуться в родную стихию, но поселилась она рядом со своим возлюбленным. Ее зеленые волосы стали стремительным родником. А минеральная вода здесь, конечно же, от соленых слез русалочки. Вот здесь место, где зеленый ключ впадает в Илеть. Интересно посмотреть на дно. Вот здесь оно прямо синеголубое. Там дальше такого лазурно-зеленого цвета, то есть оно меняется постоянно. И, кстати, Илеть сама по себе тоже интересна. Такая настоящая легендарная река у сплавщиков, потому что здесь очень часто сплавляются. Но, наверное, среди отдыхающих не очень популярна, потому что благодаря вот таким вот холодным ключам, которые питают эту реку, она постоянно холодная. И даже летом в 30-градусную жару она не прогревается больше 6 градусов. Этот берег Илетья – одно из самых живописных мест парка Мари Чодра. Река течет здесь как раз у подножия Кленовой горы, как будто огибает ее. Благодаря своей особенности не замерзать в любое время года, многие туристы-водники штурмуют реку даже зимой. Быстрое течение, небольшие каменные перекаты и топляки, так называют подтопленные деревья – все это привлекает сплавщиков. А для любителей неспешной прогулки достаточно полюбоваться зеленым отражением в воде и отдохнуть на песчаном пляже. Ну а мы от подножия Кленовой горы поднимаемся на самую вершину. Здесь особенно видно, что это не просто какое-то место в Монтонациональном парке Мари Чодра, а это действительно гора, потому что подъем такой довольно-таки высокий, и наша цель сейчас – добраться до верхней точки, чтобы посмотреть на вид, который открывается со смотровой площадки. Я не скажу, что какие-то потрясающие виды отсюда открываются, потому что здесь очень высокие деревья, которые все эти виды как раз-таки закрывают. Почему же гора называется Кленовой? Пока мы шли, мы, конечно, встретили несколько кленов, но в основном это очень молодые деревца, и видно, что появились они здесь совсем недавно. По одной из версий гора на самом деле называлась не Кленовая, а Клиновая, и только потом уже трансформировалась в более привычное и понятное нам название. Дело в том, что гора как Клин врезалась в между речи Питьялки и Илети, и именно поэтому получила это название. Но, тем не менее, молодые клены здесь появились, и, может быть, в скором времени гора станет действительно Кленовой. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая наша цель – это дуб Пугачева и озеро Кананьер. Идем мы туда не просто так. Дело в том, что с этими местами связаны старинные легенды о древних сокровищах. Прогулка до дуба Пугачева занимает уже гораздо больше времени. К этим достопримечательностям вполне можно доехать на машине, но не забываем, что находимся мы на территории национального парка. Движение транспорта здесь местами ограничено, и за нарушение грозит штраф. Итак, почему же дуб называется Пугачевским, причем здесь вообще Пугачев и Мариел? Дело в том, что во время народного восстания, это примерно конец XVIII века, Емельян Пугачев с отрядом повстанцев проходил где-то вот здесь. И эти легенды вполне могут быть правдой, потому что именно здесь проходил старый казанский тракт. Ну, не конкретно, конечно, на этой дороге, а здесь в окрестностях. Именно здесь, из Царева Кокшайска, ездили в Казань. И, возможно, именно сейчас мы повторяем тот самый путь повстанцев. С именем Пугачева в этом месте связано множество легенд. Те, кто так же, как и я, подустал от романтически печальных историй про трагическую любовь, могу обрадовать. В этой истории замешаны не прекрасные девы, а сокровища. Что тоже вполне логично. Награбленное в богатой Казани добро отряды Пугачева, понукаемые царскими восками, вполне могли припрятать в местных лесах. И легенда про сокровище номер один гласит, что сундук с золотишком был прикопан где-то возле дуба. Вот он, дуб исполин, дуб великан. По преданию, именно с этого дуба Емельян Пугачев осматривал окрестности, чтобы увидеть дорогу на Казани, далеко ли вообще еще до Казани. Но на самом деле, хоть этот дуб могуч и велик, ему всего лишь 413 лет, как гласит вот эта табличка. А значит, в те времена он еще был совсем молодым и вряд ли мог привлечь Емельяна Пугачева, для того, чтобы залезть на него и посмотреть на окрестности. На самом деле, тот дуб из легенды здесь тоже рос. Его было больше 600 лет, но, к сожалению, до наших дней он не дожил. Его спилили около 100 лет назад, и легенда перекинулась вот на этот дуб, который, конечно, тоже не менее привлекательен и является памятником природы. Сколько простоит еще это дерево, остается только гадать. Но вот эта огромная дыра в стволе явно не добавляет оптимизма. Хотя дуб, конечно, сказочный. И золотая цепь, и русалка с котом смотрелись бы на его ветвях вполне органично. Вообще диаметр у основания примерно полтора метра. Сейчас мы посмотрим, сколько это в человеческих обхватах. Три. Ну, в общем, три и еще чуть-чуть человеческих обхвата в этом дубе. А вот до второго легендарного места, озера Конан-Ер, нам сегодня добраться не удалось. По преданиям, те самые сокровища могут лежать где-то на дне этого озера. Его, кстати, неоднократно обследовали. Но пока, кроме необыкновенно красивых водорослей, на дне озера ничего не нашли. А еще говорят, что сокровища есть, но лежит на них проклятье. Поэтому и добраться до них никто не может. Может быть, именно поэтому нашей съемочной группе пришлось развернуться на полпути. Это место не зря считается заколдованным, потому что сколько раз я не пыталась сюда приехать, каждый раз нас настигал ливень. В общем-то, случилось это и сейчас, поэтому наше путешествие внезапно заканчивается. Ну, а ваше может начаться прямо сейчас, только не забудьте с собой гордевик. Редактор субтитров А.Семкин